Рома у нас мечтает быть начальником, поэтому он у меня каждый день в кабинете находится. Ром, что мы с тобой там делаем? Расскажи. Играем в паровод. А еще? А на чем печатаем мы с тобой? Тебе очень нравится? На принтер. Семилетнему Роме нравится звук, как гудит принтер. А что он напечатает, мальчик все равно не увидит. Не зря час рождения. Смотрит руками. Чтобы узнать человека, достаточно прикоснуться. А добравшись до кабинета заведующий, каждый день звонит президенту. Да. Привет. Алло. Это Рома. Это я. Задача воспитателей – развить особых детей интеллектуально и научить общаться со сверстниками. За физическое воспитание отвечает инструктор Элла Дударева. Давай сначала одну ножку поднимаем. Результаты мы, конечно, видим. Потому что дети, которые не могли взять мяч и поймать его, они уже могут поймать мяч. Они уже могут ходить по гимнастической лавочке. В работе с нарушением речи важна постановка дыхания. Поэтому звуки пропевают. Ростислав Ефремов раньше буквы замещал. Вместо сложное «ы» произносил «и», превращая мышь в миш. А сейчас для него это звук не проблема. Занятие здесь – та же игра. Упражнения для артикуляции дети любят особенно. Ведь помогает им бегемот. Да и роль знакома всем. Внуки приезжают к бабушке на блинчике и остужают их дыханием. После такой игры несложно показать толстых внуков. Надули все щеки, бегемот смотрит, как вы делаете зарядку. Утренний проводился в музыкальном зале. Сзади меня сидели родители этой группы. Вот это, наверное, был самый главный успех. Когда одна мама другой говорит, смотри, а твой от наших ничем не отличается. Вот, наверное, вот это было самое главное. Говорю, ради этого стоит работать. Отправить детей в обычную школу, пусть и в инклюзивный класс – основная задача педагогов детсада «Светлячок». И обстановка здесь настолько душевная, что некоторые воспитанники уходить домой не хотят. Олеся Слонько, Сергей Вишняков, Дон-24, Гуково. Пока! Пока!